О серьезной проблеме с запасами воды в Симферополе горожанам объявили в марте, назвав лимит полного высыхания водохранилищ 100 дней. На сегодня уже прошло более 70 из них, а сеть пестрится поставлениями уровня образца прошлого месяца с нынешней картиной. Обратите внимание, где находится дорога, где начинается вода. Сейчас будет переход. Это вчерашний день. Где проходит вот эта вот дорога, по которой уже даже люди ходят, а раньше нам было под водой когда-то. И где начинается вода? Симферопольское водохранилище самое доступное из всех невооруженному глазу. Его запас, говоря языком, цифр составляет 21 миллион кубометров. Суточное потребление 150 тысяч. При этом за период в целом горожане израсходовали 6 миллионов ресурсов. А приток сразу в три водохранилища столичное, партизанское и аянское разошелся с прогнозами. Всего три вместо 11 миллионов за май. В самом начале нынешней весны эксперты для оценки уровня наполненности водохранилищ рекомендовали доверять не глазам, а цифрам. Хотя в помощь последним здесь даже установлено специальное измерительное приспособление. Впрочем, оно уже давно утратило свою актуальность и продолжает существование скорее как аксессуар. Сегодня на столичном водохранилище «Аншлаг» 1 июня после нереста любители тихой охоты вновь расчехлили удочки. Пенсионер Георгий вспоминает, в прошлом году на месте его нынешней позиции было глубокое дно. Прогнозы рыболова со стажем далеко не радужные. Вот верхний этот самый, урез воды, вот был вот так полный. Потом начали сбрасывать все. Пришел, как говорится, кирдык. Что касается прогнозов специалистов, они также не внушают оптимизма. На ближайшие недели спасительная влага с неба придет, но не в таких объемах, чтобы решить проблему при помощи сил природы. До конца рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, дневные часы, возможно, кратковременные дожди с грозами. При этом начало лета, как ожидают в Госкомводхозе, основываясь на статистических показателях ежегодного мониторинга, будет достаточно дождливым, что в прямом смысле выльется в спасительные цифры. По июню месяцу у нас по прогнозным показателям порядка 12-13 миллионов должны быть притоки, будем ждать осадки. И тогда можно будет уже, потому что однозначно во второй половине июля и в августе осадков не будет у нас, это 100%, и тогда уже можно делать какой-то прогноз долгосрочный. Общий запас воды для Крыма составляет порядка 100 миллионов кубометров. Наладилась ситуация на проблемном после перекрытия Северокрымского канала в востоке региона. Поэтому ситуация характеризуется экспертами как рабочая, не требующая ограничительных мер. Воды у нас достаточно, достаточно для маловодного периода, то есть он ничем не отличается, он не уходит в минус от наших многолетних наблюдений по маловодным периодам. Которые у нас чередуются каждые 4-5-7 лет. Ситуация стабильная, нормальная. Самыми сухими по-прежнему остаются наиболее крупные водохранилища. Наполненность Симферопольского четверть от максимального. На 1% больше в партизанском, а Белогорское вмещает лишь 13%. Совокумный показатель уступает на 4,5 миллиона 8 остальным водохранилищам. При этом даже такие пугающие показатели не худшие в истории Симферопольского искусственного водоема. Рекордно обмелел он осенью 2012 года. Но ситуацию спасли зимние стоки рек. Тарас Брезицкий, Артур Добряков, Служба новостей ТВ.